Наступило лето, подошел к концу сезон в Тинькофф Российской Премьер Лиги, и это означает, что открывается летнее трансферное окно. Команды покупают себе новых футболистов и избавляются от ненужных им. Сегодня я бы хотел поговорить об уже свершившихся трансферах и обсудить, как эти трансферы смогут повлиять на дальнейшую судьбу команды. Но перед тем, как мы начнем, я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, если вы это еще не сделали. Ну а я желаю вам приятного просмотра, мы начинаем. На пятом месте сегодня расположился нападающий Мухаммед Канате. Он перешел из московских химок в Грозненский Ахмат. Канате провел один сезон за химки в РПЛ, это был его первый сезон. Он сыграл 26 матчей, забил 3 мяча, отдал 2 голевые передачи. В среднем, чтобы забить гол, ему надо 509 минут. Он провел в целом хороший сезон и заслуженно пошел на повышение в статусе. Четвертое место. И на нем расположился африкантки нападающий Али Соу, который выступает за Ростов. Вторую часть сезона он проводил в аренде. Арендован он был из ЦСКА София. Но после этого Ростов на полной мере выкупил его. И теперь Али является полноценным игроком Ростова. Он играл только во второй части сезона. Он провел 11 матчей, забил 3 мяча, не отдал ни одной голевой передачи. И в целом, ему понадобилось 329 минут, чтобы забить один гол. Очень хороший сезон и очень хороший футболист для Ростова. Я просто поплопну. Тройку претендентов открывает португальский специалист Руй Витория. Он заменит Доминика Тедеско на посту главного тренера московского Спартака. Именно ему предстоит вывести Спартак в групповой этап в Лиге Чемпионов, если, конечно, пройдет квалификацию. Давайте обратимся к карьере Руя. Видим, что почти все он тренировал в Португалии. Двести сильные команды, например, Витория и Бенфика, а потом съездил в Судовскую Аравию в Ан-Насер. Вообще, очень тяжело спрогнозировать, как может завершиться сезон для Руя. Бывало, сильные тренеры в составе Спартака полностью проваливались. А бывало, приходили слабые, которые выигрывали чемпионат, и Спартак выходил в Лигу Чемпионов. Но я желаю Руи удачи в Спартаке в следующем сезоне. На второй строчке расположился бывший центральный полузащитник Локомотива Максим Мухин и нынешний игрок московского ЦСКА. Максим провел хороший сезон под руководством Никрича. Особенно это была вторая часть после зимней паузы. Очень много отборов и в целом очень качественный футбол. Он провел 27 матчей, в среднем 2 перехвата за игру. Результативными действиями он не отмечался, но очень хорош. В разрушении 43% верховых единоборств также имеются. Первое место, и на нем расположился... Бывший нападающий в Сочи Антон Заболотный, который возвращается в стан армейцев, так как он является воспитанником ЦСКА. Антон провел хороший качественный сезон, сыграл 27 матчей, забил 9 голов, отдал 4 асиста. И в целом ему понадобилось 218 минут на 1 гол. Это был лучший сезон Антона, а в прошлый сезон он руководствовался одним девизом. Не надо напрягаться. Надо радоваться. Не надо напрягаться. Надо радоваться. Вот такие вот трансферы уже прошли в нашей российской премьер-лиге. Затем скоро будут и новые переходы, но о них мы лучше поговорим позже. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Еще услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok